Срочные новости, срочные новости, очень срочные новости, в первую очередь новости я должен сказать мелкому МЕЛКИЙ! 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 Почему у меня дыра в доме? Что за дыра в доме? Подождите! Что-то опять не по плану пришло. Кто дыру дома сделал? МЕЛКИЙ! Опять Слёж? Нет, нету мелкого. МЕЛКИЙ! Ты... Алло! Опа, вот ты где. Слышишь, Шкет, ты опять в доту-два свою задротишь или в кэску, да? Давай слазь оттуда, лучше бы уроки так делал. Хотя ты же в школу не хочешь. Скоро тебя вообще в школу отправлю, не будешь ты сидеть целыми днями и задротить в компуктере. Давай слезай оттуда! Давай быстро! Срочные новости, срочные новости. Я беременный. Беременный. Не? Фиговая идея. МЕЛКИЙ! КАТЯ БЕРЕМЕННО! Прикинь? Не? МЕЛКИЙ! Я ГЕЙ! Да-да! Голубой! Гамадрил! Не, это шутка. Что я еще могу придумать? МЕЛКИЙ! Я три года трусы не менял. Да не отходи, это шутка, я не воняю. Подойди, подойди сюда, подойди сюда. Короче, многие сейчас, наверное, мои подписчики подумали, что я вообще с ума сошел, но нет. Я пытаюсь придумать какой-то заголовок для моей будущей рекламной кампании. Какой рекламной кампании? МЕЛКИЙ! Подойди ближе, подойди ближе. Подойди, я тебе на ушко скажу, подойди. Короче, у меня 10 мая, то есть уже в эту пятницу, выходит новая рубрика с Катей на канале. Да, короче, Катя будет сидеть за своим кампом, а я буду сидеть за своим кампом. Меня многие подписчики просили, чтобы я записал такую рубрику. Поэтому 10 числа в эту пятницу, еще раз повторю, выходит новая рубрика. Ты это тоже запомни, запиши себе там куда-то, и перейди 10 числа, чтобы не забыть. Вот. И мне нужно придумать какой-то лозунг, знаешь, там, чтобы все... Кликбейт, как это называется, да, там, Я-хей, я беременный, там, первый майнкрафтер в истории, который забеременел. Ну, что-то в этом роде, знаешь, чтобы просто закликбейтить всех. Вот, все, можешь отходить, хватит, смотри, да, ухо мне пихать в рот. У тебя есть какие-то предположения, что как можно назвать? Не? Ладно, ладно, пошли, 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 сейчас что-то придумаем. Иди сюда! Был бы Костя, Костя бы, вот, все придумал. Хотя Костя не разговаривает, но, неважно. Костя, как бы, накатить там немножко, знаешь, шепухлишко, Костя бы все рассказал сам. Что можно придумать? Бедный Костя, когда он уже вернется? Если кто-то Костю найдет, звоните на вот этот номер, я сразу же подниму трубку, и вознаграждение 10 тысяч баксов, если кто-то Костю найдет. Что можно придумать? Какой-то пиар-ход, знаешь, так, закликбейтить, там, в какие-то группы, там, рекламу купить, чтобы все знали то, что 10-го числа выходит моя новая рубрика. Что можно сделать, мелкий? Я вот тоже не знаю. Есть какие-то предложения? Вот это совпадение. Даже я такого не ожидал. Здесь может быть ваша реклама. Адрес. Город ютуберов возле телецентра. Подожди, то есть в нашем городе открылось пиарное вот это рекламное агентство? Здесь может быть ваша реклама. Ты смотри, какой билборд огромный. Если я выкуплю здесь вот это место для моей рекламы, то здесь каждый, кто будет проходить по этой главной улице города, каждый узнает то, что у меня скоро выйдет новый сезон. Так, подожди, адрес. Город ютуберов возле телецентра. Ты же вроде в той стороне. Давай быстренько за мной побежали. Быстро, 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 быстро. Сейчас выкупим все билборды, которые только существуют в этом городе. Все рекламные... Собака, ты что меня... Господи, побил... Подожди, мелкий, я реально обосрался. Я уже так давно не видел зомби в нашем городе. Господи, сердце не то, что в пятки укатало, а в пятки, потом вернулось обратно вверх и обратно в пятки укатало. Выкинь траву эту. Выкинь, мелкий, выкинь. Нельзя ее. Пошли за мной, пошли. Так, кто стреляет? Так, кто стреляет? Какой-то школьник в чате сдох. Кто сдох, мелкий? Минус школьник какой-то. Я не знаю, кто это только что сдох, но да ладно, его какой-то бандит убил. Давай, давай, мелкий, давай. Давай, не зря я тебя на бок записал. Да кто стреляет? Опять какой-то школьник сдох. Какие школьники-то вздыхают? Я чуть ничего не могу понять. Кто подыхает-то, а? Так, вот телецентр, вот святая шавуха, а вот там что-то виднеется. Ааа, ты только посмотри, мелкий, как они все близко построили. То есть здесь телебашня, а здесь рекламное агентство «Жираф». Ну что-то такое себе название для рекламного агентства, я даже не знаю, стоит ли им доверять. «Жираф». Ну ладно, хотя бы «Жираф». Я бы удивился, если был бы какой-то там «Суслик». Рекламное агентство «Выхухоль» или «Тушканчик». Вот тогда бы реально было жестко. А «Жираф». Ааа, ну ладно, сойдет. Ну, в любом случае, бомжара молодец, бомжара продвигает новые бизнесы в городе, бомжара тоже помогает открывать всякие там предприемства. Поэтому хорошо, хорошо, два мелких, заходи первый. Давай, 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 давай. Давай, здрасте, здра... Котекс, ультракомфорт, ультратонкие прокла... Был рекламу заказать, можно? Садитесь и ждите, вас позовут. А, хорошо, 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 давай, мелкий, садись, 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 садись. Давай, 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 садись! Да сядь ты уже, хватит стоять. Хорошо, 8, супер, 5 точек, 5 капелек из 6. Стив, сердечко, комфорт и уверенность на все 100%. Поверхность, мягкая сеточка. Ну, я бы купил, был бы я бабой, но так мне они вроде не нужны. Ну, ладно, хорошо. Мелкий, а что здесь еще есть? Мы, мы, мы только посмотреть, хорошо. Опа, 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 опа. Head and shoulders. Шампунь от перхоти. Ну, что-то такая себе реклама на самом деле. У этого мужика я бы 100% не купил никакой head and shoulders. Здесь у нас что? Стань красив и нежен, с носком свежим. У меня они и так свежие. Стань красив и нежен, с носком свежим. Что-то какие-то дебильные у вас рекламы. Я, наверное, свалю отсюда, пока вы мне реально какую-то фигню не сделали. Какое-то дебильное рекламное агентство. Можно уже проходить, пожалуйста? Садитесь и ждите вас по... Садитесь, мелкий, давай. Прокладки вот это рекламируют. Вот эти head and shoulders и носки свежие. Мне, вы понимаете, мне такую туфту не нужно. У меня 10 числа сезон новый выходит. Я хочу, чтобы все подписчики, которые сейчас прям меня смотрят. И вообще подписаны на мой канал. Я хочу, чтобы каждый узнал, что 10 мая в пятницу выходит новый сезон с Катей. И как бы, чтобы каждый пришел и посмотрел этот новый сезон. Каждый рассказал своему другу, что будет новый сезон. Понимаешь? Мне нужны ваши прокладки. Идите в сраку. Спасибо, мелкий. Я случайно куда-то вообще все... Вы бы стул отремонтировали, то смотрите. Ай, все, сейчас уже работает. Или нет? Я застрял. Мелкий, сломай стул. Спасибо большое. Дебильные у вас какие-то стулья. Поставь обратно стул. Выброси его вообще к чертовой бабушке. Мы пошли! Занятые лично сегодня. Вообще, ноль клиентов. Я не знаю, кто у вас вообще рекламу заказывает. Ну ладно. Здравствуйте. Здравствуйте, садитесь. Пример рекламы. Сейчас подождите, я пример как бы смотрю. А то мне нужно, ну, понять, доверяться вам или нет. Похуин. Сильно действующие от нервных расстройств. Что-то мне кажется, или я где-то видел вот такое название таких таблеток. Похуин там был, да? Похуин. О, ахуин. Похуин. Ахуин. Принимать при симптомах фотожабы. Какая фотожаба? Я, я балдею просто. Что вы за дебильную рекламу такую делаете? А здесь что? Пердел форте. Пердульген вольюм контрол максимозан. Пусть соседи услышат. Что? Не рекомендуется применять вблизи ветхих строений. Похуин. Ахуин. Пердел форте. Пример рекламы. Вы реально думаете то, что какая-то бабулька придет в аптеку и скажет... Милок, дай мне похуин. А то я настолько охуин от того, что у меня пердел форте. Продай, пожалуйста. Вы реально думаете, что кто-то будет так покупать вот... Дебилы. Короче, ладно. Мне без разницы. У меня тут мало дней осталось до премьеры моего сезона. Поэтому мне нужна реклама. Какая реклама вас интересует? Хорошая. В первую очередь хорошая. Чтоб не было вот этих всех названий в моей рекламе. Короче. Мне нужны билборды. Всякие там вывески, пиар вконтакте, в инстаграме. Везде, где только можно. Вот тот билборд, который там находится возле банка. И плюс еще там... Ну сколько еще билбордов мелких? Еще четыре. Ну, примерно еще четыре, пять, шесть билбордов. Чтоб во всем городе везде были билборды с моей рекламой. А по поводу рекламы, ну... Ну, учитывая, что это новый сезон с Катей, это не нубик. Это что-то другое будет. А что? Пока что не скажу. Чтоб там был я, Катя. Все фотки вы можете найти просто в интернете. Всякие там приколюхи, знаете, там... Ну, чтобы завлекать внимание. Там всякие радуги, какашки, солнышко. Всякие там единороги, что-то в этом роде. Знаете, чтоб просто внимание привлекать. Чтоб было просто на максимально. И главная надпись там... Новый сезон, 10 мая, там, в пятницу. Приходите, смотрите. И там перцы можно где-то налепить, чтобы всякое такое прикольное было. Вот. Примерно шесть-семь билбордов мне нужно. И на срок, ну, давайте... Раз, два... Ну, на пять деньков где-то, вот. На пять деньков хватит. Какая стоимость? Хорошо, мы к вам прислушаемся. Вот это самое главное. Без всяких похуинов-охуинов. Чтоб нормальные всякие были билборды. Я делал пердел форты. Если сделать какую-то фигню, я вам приду сюда, к вашей рекламной агентстве. И так все здесь вам про пердел форты. Что вы себе даже не представляете. 60 золотых монет, и завтра все будет готово. Сколько, сколько? Давайте мы с вами не на рынке торговаться не будем. Давайте 50. 50. Посчитайте в своем калькуляторе 50. 60 слишком дофига. Какие 60 монет? Вы с ума сошли? На пять дней семь билбордов. Откуда я вам 60 монет возьму? Вы что там, пассианс раскладываете? Или я не знаю, в танки онлайн играете? В Warface может рубитесь? Вы мне скажите, пожалуйста, на 50 согласны? Ну согласны. По вашему лицу вижу то, что согласны. Согласитесь. Детей-то же кормить нужно. 60 золотых монет. Тьфу! Никак с вами коррупционерами не догадываюсь. Хорошо, 60 так 60. Будет вам 60 золотых монет. Раз, два, три, четыре. Вот. Все деньги просру. Держите. То есть завтра можно приходить, да? Хорошо. Пошли, мелкий. Прогуляемся. Посмотрим, что и как. Мне нужно забежать еще в одно место. Все, до свидания! До завтра! До завтра. Все, давайте, до свидания. Прокладки вам в руки и в другое место. Не буду говорить в какое. Мелкий, нам с тобой нужно пройтись еще в одно место. К кентр-бандюганам. Мы с ними давным уже давно не виделись. Мне нужно купить немножко так патронов. Потому что, как ты видишь, в городе ютуберов опять какая-то жесть началась. Везде повылазили эти бандиты, криперы, зомби. Поэтому потопаем. А завтра проснемся. Или там уже даже через несколько часиков все будет построено. Проснемся. И шик! Просто, просто шик! На весь город будут мои билборды. Что по поводу кости, я не знаю. У меня сейчас даже не хватает не то, что сил, а просто эмоциональное какое-то выгорание. Для того, чтобы продолжать свой бизнес. Вот. Труханы или чуганы продавать. Чтоб в ресторан свой везти. И как я это все, в принципе, буду делать без кости? Костя охранник в моем ресторане. Костя охранник в моем магазине одежды. Что мне без него делать? Да и тем более мелкому как бы нужен помощник. Мелкий сам не справится. Здорово, бадюганы. А, так. Покупаем еще немножко патрончиков. Давай 15. Давай 20. Ну, 20. Давай, давай сразу 30 купим. Купим на калаш. Ииии... Пока что, скорее всего, все. Вот. В принципе, вот этого хватит. Сейчас, да, я перезаряжусь. А то, знаешь, я вообще забыл то, что в городе есть бандиты. И из бандитов я могу выбивать очень даже крутые пукалки. Эти пукалки толкать за золотые монеты. Кстати, кстати, мелкий. А ты же записал вот эту мою... Драку с предыдущей серии, когда я гопников наваливал. Да, вот-вот на камеру, где камера. То есть у меня еще получается плюс один ролик есть, да? Ай, ай, ай ты молодец. Оператор, настоящий мой оператор. Вот, буду ходить на мероприятия, чтобы встречаться со своими подписчиками. Даже Катю с собой брать не буду. Буду мелкого за собой таскать. Мелкий все будет снимать. Хорошо, хорошо, мелкий. В следующей серии мы с тобой выложим новый видосик. И зарубим еще немножко бабла. Потому что сейчас расходы просто дичайшие. Реклама нового сезона и прочее, прочее, прочее. Все, мелкий, давай потопаем. Пойдем домой. Я себе кофеечек сделаю. Я тебе несквик или там что-то в этом роде. Посидим пару часиков и пойдем обратно. Возможно, уже билборды сделают. Поэтому давай, заходи. Ну, прошло 30 минут. Я кофе допил, ты какао вроде тоже допил. Я надеюсь, что они там оперативненько работают. Поэтому давай, мелкий, побежали. Надеюсь, что все билборды уже установлены в городе. Давай, закрывай дверь за собой. Пошли, потопали, потопали. Говно какое-то. Ну, не в том плане, что говно билборд. А, говно, в смысле, вот говно. Извините, говно. Я ни хрена не понял. Не, ну в смысле понял то, что новый сезон. Понял то, что билборд. Но что-то ни хрена не понял, что здесь. Не, понятно, что новый сезон. Но что-то ничего не понял. Мне кажется, примерно так все школьники отвечают своим преподавателям. Которые потом спрашивают в конце урока. А понял ли ты тему, которую мы сегодня проходили? Нет, я ни хрена не понял. И что здесь происходит, я тоже ни хрена не понял. Новый сезон. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Так. Не, ну в принципе, сама реклама, сам билборд прикольный. Новый сезон. Радужный такой цвет. Такая раскрасочка. Ага, пять перцев. Что за овощи базой? Не могу понять. Почему пять разных цветов перцев? Хорошо. Десятого мая. Новый сезон. Пять перцев. А, ну это типа можно... Как отсылка, да? То, что я перец. Ага, хорошо. Только вопрос. Почему здесь радуга и говно? И почему здесь единорог? Который деп делает. так это же я не сказал да чтоб там были говняшки радуга единорог такая шутку сказал это дуримондо реально посчитала то не ну наша фоточка с катя реально просто потрясная вот вот это единственное что мне нравится я здесь красавчик катя здесь красавчик хотел сказать красавица вот вот это мне нравится так хорошо раз-два мелкие нужно считать билборды сколько здесь билборда 3 билборда то есть один возле ресторана один возле банка один возле входа в город здесь есть какой-то возле общий один четвертый это возле магаза михалыча самый популярный магаз в городе где еще могут быть возле пятерочки возле икеи может быть вот там есть что-то да есть естести сесть это у нас какой это 5 до возле кей и возможно возле рекламного агентства жирафа там еще есть да вот еще один это шестой, значит, где-то еще седьмой должен быть. Седьмой, наверное, возле школы, потому что там большое скопление детей всегда, поэтому он... Да, вот он! Ха-ха-ха! Прям напротив полицейского участка, чтобы вот эти свиньи продажные каждый день смотрели... Свистеть не умею! Шкеты! Вы там что, офигели вообще? Извиняюсь, что я ору, возможно, сейчас у кого-то кровь из ушей. Ты что там ломаешь? А ну слезай быстро оттуда! А ты туши свой пазар... Да, вот ты, давай, вот ты сами говори! Туши пожар свой! Ты что мне билборд поджигаешь, сволочь-то такая? Туши пожар мелкий! Туши! В смысле, это я офигел? А ну быстро слез оттуда! Слезай оттуда давай! В смысле, я офигел? Ты что мне билборд поджигаешь? Я деньги за него заплатил! 60 золотых монет! Мелкий, давай! Пропиши ему здесь дюлей! Вы что, совсем рамсы здесь попутали? Я не могу понять, что один, что другой, а? Ремня давно не было! Ты обещал ролик, я тебе стак монет дал, а ты не пришел. Ёпересе ты! Обещал еще один стак золотых монет дать. Ёпересе ты! Все, 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 не ломай, не ломай, ничего не ломай, пожалуйста! Ёпересе ты! Я же вообще забыл, на самом деле. Это же тот самый Шкалатрон, который позвал меня к себе домой, там какой-то, наверное, богатый школьник, он мне заплатил стак золотых монет, за то, чтобы я его снял в своем ролике. Точнее, я пришел к нему домой и снял, как он живет. Он пообещал еще один стак золотых монет. Пацан, тут такие дела. У меня 10-го числа новый сезон с Катей выходит. Пошли записать ролик или я папе расскажу. И что твой папа мне сделает? Небось там с ремнем придет, да? И 23-летнего мужика по жопе, да, шлепает? Он директор завода. Да мне без разницы, хоть он там кур на заводе выращивает, да хоть улицы подметает и какашонцы за собаками подбирает. Такая мне разница, кто твой батя. У меня новый сезон 10-го числа, в пятницу. Ну, у меня как бы просто времени до этого не было. Ну, я обещаю то, что я приду. Вот прям обещаю. Нам реально нужно прийти, потому что даже в предыдущей серии, мне кажется, все построил этот школьник. Если ты не видел предыдущую серию, обязательно посмотри, прямо сейчас надо мной подсказочка. И что, ты обещал ролик, где он? Да я приду! Да хватит мне голову пудрить! Да я сказал, что приду, обещаю. Следующий раз приду. Вот, послезавтра, через 2-3 денька приду и мы с тобой все запишем. Вот прям обещаю, все, хорошо? Только не ломать мои билборды, я за них вообще-то бабки заплатил. Ага, это и к тебе белобрысцы относятся, и к тебе тоже. А? Все, больше ничего мне здесь не ломать. Это частная собственность. Вот, новый сезон. Здорово! Да, вы что-то потеряли здесь? Ты, ты, кого, ты, кто, кого тут обижает? Так, кто, кого, ты, так что? Так, кто кого тут обижает? А, они меня обижают. А, они пришли и начали ломать мой билборд, я за него бабки платил. Это все он, он... Да не обижаю я его, да мелкий... Ударь ему рогаткой по лбу, ударь его, стукни прямо рогаткой. Стукни, стукни, стукни. Вот! Молодец, молодец, мелкий. Я знаю, что ты у меня хороший синишка растешь. Ну, синишка в скобочках. Сейчас я тебе по роже настучу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, я прям сейчас вангую то, что все мои подписчики сейчас в комментах напишут. Эдисон, достань же автомат и расстреляй их всех. Ну, последствия могут быть реально серьезными. Тем более, у него батя какой-то там директор завода. Может, у него там связи. Как я понял, его все здесь крышуют. А, господин никто. Я, я не знаю, кто вы. Просто в очках чувак какой-то охранник. Мы с ним уже все порешали. Я обещаю то, что в следующий раз я приду к нему домой и запишу с ним ролик. Все, все нормально. Мелкий, иди сюда, иди сюда, школьник. Да не ты мелкий, а вот ты школьник. Перемирие, хорошо? Я, я обещаю, в следующий раз приду. Извини, у меня тоже просто много дел было. Я, я приду. Смотри мне. Смотрю, все. Да не прячься там! Я, я приду, все. Я обещаю, вот если не приду, тогда мы с вами уже будем разбираться. Хорошо? Пошли, мелкий. Пошли. Чтобы не обижал мелких. А я никого не обижаю. Мелкий, мелких обижает. Мелкий, стрень опять рогаткой куда-то в лоб ему. Стрень. Побежали? Да ты не попал, стрень. Еще раз, еще раз, попади. Мелкий, давай, 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 давай. Да все, 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 хватит. Дебилизм какой-то. Мелкий, давай за мной. Придурки. Все, иди сюда, иди сюда. Все, сядем вот здесь, здесь закончим серию. Господи, следующая серия реально обещает быть интересным. 20 тысяч лайков набираем. Я обещаю то, что серия выйдет прям вот в ту же секунду. В жизни ютубера с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Богатые школьники, директоры завода. Ой. Кстати, прямо сейчас будет конечная заставка. Нажми на нее обязательно, а тебя перенесет на мой влог на втором канале, который вышел вот вчера. Посмотри его обязательно, там было много всего интересного. Концерт Венпион Пайлотс, Катя, Португалия, Мой Дом и, в принципе, еще много всего. Ждем следующую серию, я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Мелкий, помаши рукой. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok